Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Самара по традиции присоединяется к общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра». О том, как она пройдет в нашем городе, расскажут организаторы и участники благотворительного мероприятия. Директор Самарского центра развития и добровольчества Татьяна Санникова и волонтеры Анна Жамалдинова и Дмитрий Иваков. Здравствуйте! Татьяна Александровна, Аня и Дмитрий. Скажите, пожалуйста, в какой раз уже такая акция проходит? Ну, слуху она уже у горожан, к ней привыкают. И в этом году когда она состоится? Сколько продлится? Акция в этом году проходит в Самаре, в Самарской губернии в 17-й раз. В России она проходит в 20-й раз. Традиционно она проходит в третью декаду апреля. И в этом году, я считаю, замечательное совпадение, что начинается она 22 апреля, в день нашего активного субботника, когда мы многое посвящаем нашему городу. И завершится она 29 апреля. Формально это 7 дней тематических, можно это обсудить, рассказать. Казалось бы, немного, да? Да, немного. Но мы же понимаем, что это же условно недели добра. Добро нужно делать всегда. И именно в эту акцию мы всегда привлекаем в свои ряды новых, разных, абсолютно замечательных людей, друзей, проекты. И как бы даем такой старт интересный на будущий год. И всегда прибавляется и количественно, и качественно, самое главное, наша ситуация. Да, это замечательно. Анна, скажите, пожалуйста, вы первый раз будете в этой акции участвовать в неделе добра? Или уже у вас десятый раз по счету? Нет, я буду участвовать третий год уже на этой неделе добра. Из прошлого года, допустим, вот что вспоминается, чем запомнилась эта неделя, чем вы занимались? На самом деле, занималась очень много, чем... Всем понемногу? Да, всем понемногу. Запомнилась тем, что мы помогали ветеранам, приезжали домой, у них там убирались. И это очень запоминающе, когда ты помогаешь человеку, ничего взамен не нужно. Наоборот, получаешь, да? Да, наоборот, получаешь чувство благодарности, просто человеческое спасибо. Дмитрий, а вы не на спорте специализируетесь? На спорте. Вот, я сразу разглядела вас в паре в жизни. Здоровая в жизни. Скажите, как вы относитесь вот к этой акции в неделе добра? И участвовали в прежние годы? К сожалению, я до этого не участвовал, и я очень рад, что я в этом году смогу участвовать в этой акции. Отношусь к ней хорошо. А что вот планируете делать? Уже есть у вас план такой? Да, мы с классным руководителем обсуждали эту тему, будем помогать детскому дому. Потом... Чем? А чем можно детскому дому помочь? Детям нужны фломастеры, картонки, альбомные листы, чтобы прессовали, развивались. Помогать будем ветеранам также, то есть, кто нуждается в помощи. А ваше спортивное направление в детском доме, вот, малышам не пригодится, мне кажется, так важно, да, вот детям в интернете? Вот вчера в интернете, в спорту прям сейчас. Есть? Да, есть. Ну вот это замечательно, потому что, знаете, как говорят, что не нужно детям эти конфетки, шоколадки. Да, конечно. И может быть даже фломастеры, ну фломастеры можно рассмотреть. Ну так, что вместе с ним присутствуют. Спорт интересуются. Вчера были тоже на акции в школе интернат, и я уже познакомился с мальчиком, который зовет меня поиграть с ними в футбол. То есть, ему интересно, и спорт у них тоже прежде всего. Да, и команду, наверное, можно сделать, да? Да. Приобщить к спорту. Можно создать свою команду, у них свою. Тем более, молодые люди, мужчины, наверное, редкость все-таки, все больше женский и персонал, и руководство, и воспитатели. А вот, когда молодые люди пойдут в детские дома, замечательная идея. Какие традиционные направления уже осуществляются в рамках недели добра? И может быть в этом году что-то новое появится? А может быть расширится территория? На самом деле появится, наверное, обязательно новое. Да не наверное появится, потому что это год экологии, и мы каждый год всегда красную линию какую-то берем. Но экология – это же такое понятие. Это экология природы, это экология здоровья. Да, в конце концов, экология отношений даже человеческих, мне кажется, это тоже очень важно. И каждый день расписан. Вот буду чуть-чуть подглядывать, чтобы не ошибиться. 22-го, вот в день субботника, это будет день Матушки Земли, как мы назвали, экологические акции. Немножко нас, видите, погода с вами пока настораживает, все ли мы успеем. Но это же условно, сделаем в течение другого какого-то времени. Просто именно в этот день можно сделать что-то физически, помочь, но и на самом деле молодежные квесты игры на тему экологии. И просто зарядить ребят своей энергией по поводу экологии. А можно убираться, сделать какие-то экологические акции, хоть будущий весь год. 23-го числа, это акции «Дети детям», это вот как раз, например, старшие помогают младшим. Или когда, кстати, детки из детского садика приходят к нам, например, со своим концертом. Вот вчера тоже вспоминали потрясающие дети, первоклассники, как активно участвовали в концерте, как волонтеры. Им это очень нравится, когда разный возраст приходит. Вот Дима только сейчас вспомнил, там парень явно младший возраст, и для них он будет, ну, может, как старший брат. 24-го, это Международный день солидарности молодежи, есть такое понятие. Всемирный день молодежного служения. Вот именно 24-го в этот день продвинутые, как мы говорим на сленге молодежи, люди по всему миру будут заниматься молодежным служением. Очень модно вот это вот, контакт, интернет, вот сейчас можно, кстати, спросить, у нас будет конкурс селфи, чтобы ребята рассказали. 25-го, это день донора и здорового образа жизни, кстати, о спорте говорим. У нас просто Дима, он скромный сидит, а он участник многих уже даже всероссийских акций, поэтому этот будет день сдачи крови активной, и, конечно же, различных мероприятий, всяких разных абсолютно, от дворовых соревнований. И даже вот мы планируем встречаться в некоторых дворах с представителями наших крыльев советов, с известными людьми, чтобы школьники послушали на личность, посмотрели. Ну, вообще молодежь, дети молодежь. 26-е число, это очень такой трогательный день, день ветеранов. Мы его назвали таким слоганом «Верное Отечество». То есть наша молодежь именно в этот день будет понимать, что вот как бытовые какие-то акции, так и человеческое общение, ведь этим людям им очень хочется поговорить. К сожалению, среди нас осталось мало, но есть ветераны труда, труженики тыла, те люди, которые вот просто помнят воочию своих предков. И, конечно, в этот день будем, в общем-то, еще и готовиться к потрясающей акции, я считаю, «Бессмертный полк». И вот в этот день, там, может быть, даже физически какие-то портреты дополнительные сделают. Ну и самое главное – общение с ветеранами, потому что, как правило, дают наказ, кто-то там просит портрет чей-то отнести. 27-е число – это день родного края, день, край, в котором я живу. Это вот мысли такие, что в каждом своем селе, поселке или вот в нашем родном, любимом городе Самара можно что-то сделать непосредственно для зданий, помещений, там, где ты живешь, работаешь, учишься. Да и даже в своем дворе сделать то, что не доделали, например, в месячник благоустройства. Вполне это реально. 28-го у нас день семьи, потому что мы считаем, что семья – это самое важное, и семейные ценности. Вот мы даже вот у себя в коллективе всегда, я даже отпускаю, когда на каникулы детей, основная работа – я директор колледжа, я всегда говорю, обязательно попейте чай с родителями, расскажите, что вы сегодня сделали, и позовите маму и папу вместе с вами на акцию. И вы знаете, потом рассказывает, что ребята сагитировали своих родителей, или там старшего брата, или младшего брата. И вот мне кажется, вот эти крупиночки добра, обычные, самые человеческие, они больше приносят пользу, чем какие-то там лозунги, которые иногда бывают у нас. И 29-го мы закрываем в коллективах весеннюю неделю добра и называем «День спонтанной доброты». Это вот обнимашки, улыбки, и вот можно, ребят, спросить, что такое селфи, как вот это в Инстаграме прозвучит. Расскажите, наверное, вы лучше, потому что я в этом смысле чайник. Аня, ну вы не чайник в этом смысле, тогда расскажите, что это будет? Это будет конкурс на лучшее доброе фото селфи, то есть фотографируются ребята самые, и такая запоминающая добрая фотография, она выкладывается в Инстаграм, в Интернет, там хэштеги «Добрая селфи», и самое, которое пройдет этот конкурс, и самая добрая фотография, она, насколько я знаю, будет награда. Вот, кстати, я отвечаю за награды. На сцене при закрытии будет награждение. А можно пример привести? Потому что вот доброе селфи, но сложно представить, наверное, много может быть вариантов, и все-таки, что должно быть на этом снимке изображено? Да любой какой-то конкретный сюжет. Да вчерашний, Дима, расскажи, вот что вчера делали с ребятами, например? Ребятам обучали делать коктейли безалкогольные. То есть были желающие, кто хотел попробовать сделать это, и мы помогали им всячески. И, то есть, такая фотка будет вполне достаточно. Понятно. И что вот относительно, вот вы сказали, что у вас призы, и такая благодарность, вот вы этим занимаетесь? Какие будут награды? Вы знаете, они очень разные, но смотрите, ребята такие цыплятки, я любя их могу назвать, мы уже много лет выбрали там и назад форму добровольца желтого цвета. Мы считаем, что это солнышко, это добро, это лучи. И мы всегда, если есть возможность, мы это проводим при поддержке либо правительства Самарской области, администрации губернатора, главы администрации городских образований, в частности города Самары. Олег Борисович нас тоже поддерживает. И мы стараемся вот это вот все в качестве награда ребятам раздавать. Потому что это очень модно и, слава богу, круто сейчас среди молодежи, в хорошем смысле слова, карьера добровольца, им это нравится, они это не стесняются. То есть значки, ленточки, бейсболки, футболки, они это одевают, тем самым они распространяют информацию. Тут нужно спиной повернуть, что написано, если нам звук позволит. Доброволец Самарской области. Ну, куда еще проще, да, понятно для всех. Ну, естественно, будут ценные призы, я пока промолчу, какие. И, ну, на самом деле, ребятам не важно. Ну, да. И, знаете, даже если статистика, я знаю, журналисты любят цифры, если 17 лет мы первый раз проводили, 3000 человек приняли участие, то в прошлом году только те, которые сдали отчеты, информации, их было 403 тысячи человек, причем разных возрастов, разных организаций. Даже социально ответственный бизнес присоединился. И мне что нравится, что действительно вы сказали на слуху. Вот даже в этом году мы что-то чуть-чуть там как-то затормозили, говоря на сленге, да, и нам по интернету спрашивают, где, где положение, как в этом году, вы что спите. То есть раньше, например, за месяц, а в этом году там за три недели мы раздали информацию. Хотим заявку подать, хотим проявиться. И самое главное же не только на уровне губернии города, самое важное вот в своей команде, в своем коллективе подвести итоги, да просто поблагодарить друг друга, да, вместе чай даже попить по-доброму. Да. Дмитрий, расскажите о своей деятельности в качестве волонтера. Почему вы к ней пришли? В каком возрасте это случилось? В волонтерстве у меня занимались год. В том году я первый раз попал на акцию «Бессмертный полк». Потом я был... Это вас вдохновило? Да, мне понравилось, я помогал женщинам, которые, ну, уже уставали, то есть там пожилые бабушки, женщины были, которым было тяжело, просили помощи. И я помогал, мне это вдохновило, мне понравилось. Мне нравится помогать людям. Вот это ваше призвание, наверное. Скажите, вы студент? Да, я студент. Это вот как-то с вашей, ну, основной будущей профессией будет сочетаться? Ну, это не связано вообще с моей профессией. Я по профессии буду поваром. А, ну, в принципе, можно благотворительный ужин или что-то тоже устраивать. А так это просто образ жизни, нравится мне помогать все это, по душе. Удивительно. Ну, прекрасно. Честно говоря, была профориентация, и я просто смотрю парень активный. Я говорю, Дима, ты не хочешь вот это вот попробовать? И вот за год он стал у нас такой молодец, такой активный, что даже в прошлом году, как победитель по итогам, попал на всероссийскую акцию «Вал на здоровье» и был с выдающимися врачами вместе вот всю эту акцию, всю неделю. То, что организует Леонид Антонович Бакерием, вот мы были, шли по Волге, как говорят, на теплоходе. Но это вообще особое состояние, когда видишь деток таких очень серьезно больных, и там потом результаты счастливые глаза, когда получили консультацию. Вот это вот ни один режиссер не сочинит никогда. Давайте продолжим эту тему. Когда мы говорим о масштабности, хотелось бы, чтобы это охватывало не только здоровых людей, но и чтобы присоединились люди и дети с ограниченными возможностями. Скажите, вот в вашем этом проекте вы обращаете на это внимание? Кого-то привлекаете? Вы знаете, есть такое понятие сейчас – инклюзивное добровольчество. Слава Богу, есть и клуб такой, который возглавляет тоже человек с ограниченными возможностями здоровья. Но, вы знаете, я вот как педагог, я вообще всегда слово «проблема» или «ограничения» вообще не люблю. Я говорю слово «задачи». У нас вот парень один учился, студент, он слабослышащий, причем такой, знаете, мудрый, один в группе, остальные девчонки, в обычной группе, без всяких ограничений. Спрашиваю, как у тебя дела? Хорошо, он такой король. Вокруг девчонки, которые 100% слышат. А он, ну, серьезное ограничение в здоровье. Он совершенно без границ учился, получил профессию, также участвовал с нами в акциях. Ну, просто иногда было понятно, что у него здесь аппарат слуховой, и он с нами. Вот буквально недавно девочка пришла, наша уже выпускница. У нее серьезные заболевания, но которые визуально видно. Но она закончила наш колледж, и она во время учебы, знаете, как принимала участие? Вот она училась на ДПИ, ей сложновато было с нами передвигаться, но зато она всегда рисовала, делала какие-то игрушки, сувениры, которые мы потом дарили ветеранам, либо там деткам маленьким. Это же был серьезный вклад, и тем более, что она повышала свои профессиональные компетенции. Поэтому какие границы? Они с нами свободны совершенно, эти ребята везде. А чтобы еще кто-то подключился к этой неделе добра, а не скажите, как найти вас в социальных сетях, так как вы у нас отвечаете за интернет? Вот. Может, тебе подскажу тогда, Аня? Она что-то растерялась, хотя есть, во-первых, группа в контактах. Самарский центр развития и добровольчества. Есть сайт Самарский центр развития и добровольчества, там есть и все телефоны, и вот сейчас в Инстаграме вот это вот все появится. И у нас есть группа в контактах, еще раз повторюсь, Самарский центр развития и добровольчества. Там есть анонс всегда мероприятие, причем можно, знаете, даже как всем, кто продвинутый в интернете, туда заглянуть, и каждый раз есть объявление. Например, сегодня мы убираем парк такой-то, или завтра идем к детям туда-то. И молодежь реагирует, присоединяется. Да, вот я как раз хотела об этом узнать. Намеченное мероприятие. Кто может присоединиться? Кого вы ждете? Абсолютно всех. Вот любых. Любого возраста. Есть информация об этом, время, место. Во-первых, это много в интернете есть. Мы обозначили же дни, но система какая. Все это на местах организовывается, инициатива снизу. Например, вот каждая группа в колледже, или в школе класс, или объединение какое-то, или это библиотека, они выходят с какой-то инициативой и просто зовут любых совершенно посторонних людей. Вот, например, библиотека детско-юношеская, кораблик доброты. Ну что там, казалось бы. А у них целая там интересная система. Наша задача, как организаторов, раздать информацию. Мы такой мостик между теми, кто хочет оказать услуги добровольца, и те, кому они нужны. Ну вот я, например, еще повторюсь, я как педагог, мы часто это обсуждаем в сообществе, но лучше технологии не придумать. Вы знаете, говорят, национальные идеи. Здесь могут быть заняты любых возрастов, любого характера, любого вероисповедания, то есть абсолютно, даже разных политических взглядов. Просто все вместе делать добрые дела для кого-то. Да для себя прежде всего, чтобы у тебя в душе было спокойно, комфортно, и просто ты вот, чтобы радовался жизни. Дмитрий, еще о вашем опыте. Вот Татьяна Александровна сказала, что вы много где участвовали. Вот именно в добровольчестве. Что еще у вас было такого серьезного, интересного? Волна здоровья, в Крыму. В Крыму? Да, был волонтером. А как вот попасть в Крым? Просто вот волонтером, молодому человеку, который только что приобщился. Как это так случилось? Не каждый летом туда может поехать. Старался везде участвовать, помогать. По итогам конкурса. Вы извиняйся, так и говори, что выиграл конкурс. Потому что должна быть мотивация все равно. Вместо еще к доброй воле, да, и к желанию помочь, еще что-то должно мотивировать, в принципе. Надо участвовать, выигрывать, побеждать, чтобы были цели. Трюк вперед. И ваши впечатления о поездке в Крым? Что там было? Там тоже, наверное, есть, конечно, такое добровольческое движение. Потому что это захватило всю страну. В тот момент, когда я там был, мы работали с инвалидами. То есть мы помогали инвалидам. То есть был парень там один, вот он мне очень запомнился. То есть, к сожалению, он попал в аварию, после которой он не смог ходить. Ходить он, то есть, вообще был в основном без движения, то есть на коляске. И мы помогали им заходить в воду. То есть он приходил с мамой на пляж. Мы его сажали на специальную тележку, которая погружается в воду. И, то есть, помогали ему купаться. И вот это меня прям затронуло, потому что, кто бы ни говорил, какие у кого проблемы, парень не может ходить, он ничего не может сам делать. И я видел, как он улыбается, когда он просто купается в воде. И меня это просто затронуло. И вот так. Дмитрий, вот спортсмен, а какой тонкий человек. Мы помогали ребятам инвалидам. Аня, ну поделитесь вы своим опытом тоже, где вы успели поучаствовать, какие акции оставили. У вас такое уже тоже впечатление. Ну, я участвовала на 9 мая в Бессмертный полк. Ну, осталось впечатление у меня вот тоже. Я была в приюте для животных. Я очень люблю животных. И было очень трогательно, когда вот им помогаешь, там погуляешь с ними. И они тоже улыбаются. Еще что-то, и они улыбаются, у них счастливые глаза такие. Они рады тебя видеть каждый день, там радость не виляет хвостом или еще что-то. Также вот поездка в Крым мне тоже очень запомнилась. А вы как туда попали, вот как можно? Опять же попасть в Крым. Ну, тоже проявляла себя, много где участвовала. Наверное, тоже итоги конкурса. Попала в Крым, в Крыму. Ну, замечательно такой опыт, позитивный, хороший. Можно уехать. Вы знаете, если позволите чуть-чуть про эту акцию. Мы ее назвали под слоганом «Мы вместе», даже еще когда этот слоган не так прозвучал на всю Россию. Прям только Крым вернулся, и вот мы это придумали и поехали туда с целью оказать как раз социальные услуги. Мы – это профессиональная образовательная организация, волонтеры. И вы знаете, такая для нас теперь история. Мы в этом году туда в четвертый раз едем, в Сакский район. И вот даже недавно был день, у нас праздник присоединения Крыма, был министр всего Крыма. И когда он сказал, так это ваши были такие волонтеры на пляже, где вот для… инклюзивный пляж он называется. У нас, говорит, был доклад на правительстве. Я такая, знаете, гордая, спину выпрямила. Говорю, да, наши. И придумали это наши инвалиды самарские, но и воплотили, и все лето помогали наши волонтеры. Они же ведь не просто физически переносили, они, видите, затронула человека, история. И Крым у нас – это вообще интересные песни. У нас, я почему-то так активно говорю про это, у нас буквально первая, когда группа поехала, там нашла любовь, ребята, в этом году, вот спустя три года у них будет свадьба. Представляете, вот родится ребенок, спросит родителей, где познакомились? На добровольческой акции. Ну, куда еще лучше примеры? Да, конечно. Раньше вот были тоже студенческие отряды, да, вот такая вот традиция. Ну, это похоже немножко, мы так и сделали. Ну, раз уж вы граничите с субботником, с нашим общегородским попадатом и вообще, хотелось бы вот эту тему благоустройства, чистоты которой для нашего города и болезненно, и актуально. Вот как вы ее будете продвигать, какие у вас есть средства, возможности в этом, чтобы сделать, помочь городу стать чистым? Ну, я считаю, что мы самые богатые, потому что у нас есть людской ресурс, человеческий. Потому что инструмент есть, там пакеты, перчатки, это мы дружим как раз с администрацией города, районов и так далее. А вот человеческий ресурс, это самое важное. Мы организуем желающих, вот, кстати, если говорить о каких-то там новых вещах, слышали, наверное, что решили покрасить известные люди города, поучаствовать в покраске старых зданий, помещений. Вот наши волонтеры тоже примут в этом участие, но те, у которых уже есть какие-то навыки профессиональные. Будущие, вот, декоративно-прикладное искусство, или дизайнеры, или ребята, вот мы их тоже уже рекрутируем, наши партнеры, те, которые будут там профессионалами, малярами и так далее. На самом деле площадь большая, и хватит всем работы, даже независимо от недели добра, потому что погода нас немножко подводит, мы обязательно в этом поучаствуем. И об этом, кстати, скажем в субботу, когда будут подводить итоги на площади Куйбышева, и в качестве подарка активные жители Самары, активные волонтеры получат концерт, вернее, билет на концерт. И там мы обязательно анонсируем, я надеюсь, активно расскажем вот о конкурсе «Доброе селфи», и вообще об акции «Весенний недель добра», чтобы как можно больше населения об этом знали. И еще такой вопрос, вы работаете с ветеранами, как вы находите людей, которые нуждаются в помощи? Как вы организуете вот эту помощь? Ну, во-первых, присылает нам запросы и на электронную почту, и группу ВКонтакте. Сейчас, кстати, есть старшее поколение, продвинутое в интернете, тоже умеет писать. Или просто вот недавно парень прислал о себе, рассказал ситуацию, он инвалид, и ему нужна была конкретная помощь. Но мы к этому относимся очень серьезно, потому что любой процесс, даже добровольчество, нужно грамотно организовывать. Чтобы не было, не дай бог, каких-то нарушений закона, мы в этом плане много-много лет дружим с организациями, и учреждениями социальной службы. То есть вот, раз вспомнила, мыли окна, то есть сначала нам социальная служба дает адреса, и соцработникам мы пришли, чтобы пожилые люди не волновались, а уже команда запустилась, убирается, и бабушка или дедушка знает, что это надежные, проверенные волонтеры. Ну, потому что, к сожалению, люди бывают разные, и чтобы, не дай бог, ни места добра, не принести какой-то там моральный ущерб кому-то, конечно, мы дружим в этом смысле с органами власти, причем всех уровней, уже хорошие традиции есть во всех городах и весях Самарской губернии, и в Самаре, даже по районам мы уже знаем примерно, с кем будем контактировать. И еще тоже такой болезненный вопрос. Многие нуждаются в вещах, в семье, где много детей, да, в таких вот. Будет ли на эту тему тоже у вас какое-то мероприятие организовано? Тоже, может быть, даже вот для такой широкой аудитории? Ну, вы знаете, мы, на самом деле, у нас есть партнеры, например, Красный Крест, там с некоторыми мы храмами дружим, просто для этого нужно специальное место, и это же тоже нужно делать грамотно, чтобы одежда была чистая, чтобы отобрана там по размерам и так далее. Мы иногда объявляем, несут нам тоже и предлагают вещи, но мы это просто грамотно переадресуем нашим партнерам, чтобы все делать качественно. Да. И еще хотелось бы о спортивном направлении все-таки поговорить, потому что у нас такое событие. Раньше мы говорили о чемпионат мира 2018, а сейчас уже говорят в следующем году, потому что остается-то вот немного. Вот как вы, Дмитрий, видите свое участие и подготовку к этому мероприятию? Вот лично вы. А я заполнял анкету, чтобы стать волонтером в 2018 году, то есть меня одобрили, и я буду связан с транспортом, там будут погрузки-выгрузки и встречи гостей, если я не ошибаюсь. Вот, то есть всячески помогать будем. В планах есть. То есть ты в команде городских волонтеров? Отлично. Аня, а вы не в команде? Я в команде. Тоже? А вы чем будете заниматься, планируете? У вас какое-то любимое такое направление? Ну, у меня так же, как у Димы, будет направление транспорта. Вы знаете, я в этом плане, наверное, счастливый человек, счастливый директор. У меня, ну, я так их называю, любя дети, где-то процентов 80 всегда активно участвуют. И вот даже когда идет рекрутинг, на любой какой-то проект ко мне всегда смело приходят, и я с позитивом всегда на территорию колледжа пускаю. И мне нравится, как реагируют мои дети. Они очень активные. Я отношусь к ним с гордостью и любовью, потому что каждый из них понимает, что обязательно они отдадут и получат в хорошем смысле слова отдачу, опыт, знакомство, друзей. Ведь лучше этого не придумаешь, пока вот ты молод, здоров, красив, перспективен. Это великолепно. А вот в вашем колледже, кстати, если вы такой, так скажем, лидер в этом движении, у вас сколько учащихся к этому приобщено? Нельзя же сказать, что все 100% вовлечены в этот процесс? Ну, вот я сейчас сказала, процентов 80. 80? Да, смотрите. Во-первых, недавно ко мне еще одно учреждение присоединили, теперь у меня три в одном. И вот я так рада, что много мальчишек теперь, они с сентября только к нам. И так это, знаете, нравится мне. Вот, например, прошел конкурс, и едет волонтерский отряд снова в Крым, 22 человека, из них получается 16 парни. Вот точно будут помогать этим инвалидам. Не могу сказать, что я же тоже не сказочник, я реалист, что 100%. Но мы стараемся делать так. Мы иногда рекомендуем более настойчиво первый раз с нами принять участие, а потом вот круги по воде, и еще мы обязательно это сочетаем с профессиональной направленностью, с агитированием, с профориентацией школьников. И мы просто так не приходим там, приходите мы лучше, лучше. Мы вовлекаем школьников, и когда идет интерактив, квест-игра, вот вчера, например, Дима рассказал про коктейли, но был рядом карвинг, и ребята, вот эти слабослышащие, так трогательно сделали, кто там елочку маме, кто там цветок из капусты. И каждый говорит, я понесу это маме. И все вчера говорят, ну все, хотим стать поваром. Сюда пришли, хотим стать мастером. Да, еще одно доброе дело делать, ориентируйте. Да, парикмахеры вчера постригли, все косички заплели, все, кого они обслужили, все сказали, будем парикмахером. Ой, ну замечательно. Ну у нас остается буквально одна минута, хотелось бы, чтобы вы еще раз произнесли ключевые даты, площадки, недели добра, где горожанам можно вот это все увидеть и поучаствовать. Вы знаете, можно зайти на сайт и посмотреть все эти семь дней. Но на самом деле, это же не обязательно идти куда-то и прямо смотреть. Можно и нужно просто начать с себя. Себе придумать во дворе, в подъезде, в коллективе, то, что доброе. И, кстати, вот я пользуюсь случаем, хочу вам подарить в связи с пасхальной неделей вот такой набор. Это ручная работа с особой такой энергетикой. Это дарит как раз наши волонтеры, ветеранам, деткам. Ведь яйцо – это символ бесконечности. Вот я хочу предложить гражданам Самары, гражданам, кто живут в Самаре, чтобы бесконечно у нас в Самаре длилось добро вот в эту пасхальную неделю. Просто присоединяйтесь к нам с добрыми делами. Спасибо огромное за участие. Пусть будут они бесконечно. И добро победит с вашей помощью. Конечно, обязательно. С нашей помощью. Спасибо. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!